Рыболовный туризм в Грузии становится все более популярен. Хотите гарантированно уйти домой с уловом – не проблема. Новая сфера услуг рыбакам – искусственный водоем, такой, как этот в Кварельском районе Кахети. Рыбы здесь много, платишь небольшие деньги и лови себе в комфортных условиях. Ну а за самую крупную рыбу могут еще и награду вручить. Нам нужно очень побольше таких водоемов, чтобы народ перешел на спортивные виды ловли. Это спиннинг, это фидер, это карпфишинг. И действительно, благодаря ассоциации рыболова в Грузии, сегодня можно организовать любые состязания. Есть для этого все возможности. Но рыбалка помимо сноровки и знаний требует еще и элементарного везения. А подфартить, как известно, может каждому, даже новичку. Да и людям с ограниченными возможностями такой отдых в радость. Отлично здесь. Тишина, спокойствие. И главное, очень азартное дело рыбалка. Требует выдержки. Вот и я жду. Надеюсь, что поймаю. Ну что ж, пора определить и сегодняшнего чемпиона. Прошу руководителя ассоциации рыболовов в Грузии, Шоту Кварацхеля, показать нам самый крупный улов. Какая самая крупная из них? Ну, по-моему, вот это. Ага. Ох, красавец какой. Красавец какой. Это карп, да, насколько это? Это карп. Полночешуйный карп? Полночешуйный карп. Сколько здесь примерно будет килограмм? Я думаю, что за два с половиной точно. Как уверены грузинские рыбаки, очень важно, что рыболовный туризм будет способствовать не только популяризации страны, но и бережному отношению к природе, снижению браконьерства, восстановлению исчезающих видов эндемических пород рыб. И я думаю, любой рыболов со мной согласится. Рыбалка – это целый ритуал со своей подготовкой, ловлей и, конечно же, застольем. Но о каким оно может быть в хлебосольной кахетии, не мне вам рассказывать. Так что приезжайте, не пожалеете. Зураб-2 Али Давид Симонишвили. Специально для программы «Настоящее время». Заходи. «Настоящее время» Продолжение следует...